Сила мысли и никакого мошенничества. Искусственную руку заставил сжаться в кулак сигнал из мозга Максима Бабкова. Надо очень сильно сконцентрироваться и вообразить. Достаточно четко надо воображать, чтобы получилось движение руки. Я должен представлять свою руку конкретно. Свою руку и действия, которые я совершаю. На голове Максима специальный прибор-энцефалограф. Он считывает мозговые импульсы. Чтобы рука подчинилась мысленному приказу, импульс должен исходить из определенной части мозга и быть достаточно сильным. Так в лаборатории медуниверситета создают технологию, которая ляжет в основу приборов спасительных для инвалидов. Тот же телевизор, который включится в тот момент, когда он хотел бы это сделать. И переключится на тот канал, который хотел бы он посмотреть. Мы здесь как раз пытаемся найти те сигналы, чтобы они были с уверенностью такими, чтобы они управляли этим, этим, этим устройством. Еще годы ученые не дают точных прогнозов, уйдут на создание таких приборов. Он должен угадывать желание человека и реагировать даже на незначительные сигналы. Но технология работает уже сейчас. Искусственная рука сжимается по немому приказу. Как видите, мы на себе решили испытать эту технологию. И, как оказалось, все не так просто. Первых результатов добились примерно через 10 минут после того, как надели энцефалограф. Но, чтобы добиться постоянных результатов, нужны часовые тренировки. На этом экране вы видите мою мозговую активность в реальном времени. И когда мозг посылает импульс сжать руку, наибольшая активность, а это желтое поле, появляется в левой части. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.